привет ребята вы на канале it's my life и кто смотрит наши влоги по этой дороге парковки и знаком узнает что мы въезжаем на территорию кампуса колледжа эль камина который называется эль камина колледж чтобы забрать своего старшего студента потому что он у нас заканчивает учиться позже всех привет как бодрость звука здоровайся подписчиков не разбудить на сашками разбудить наша мама тихонько здоровается потому что самый младший студент решил поспать машине вот поэтому мы будем разговаривать тихонько рассказывать вам как прошел очередной студенческий день сегодня день начался но очень громче сегодня день начался на очень грустная ночь точнее персонально у меня то все хорошо но мы и моего любимого профессора миссис бринкс она сегодня была без настроения это было сразу заметно она ну прям вот когда она шла еще по коридору было ясно что сегодня что-то не то но на нас это не отражалось это отражалось только на том как она вела урок это был но если обычно я просто наслаждаюсь тремя часами то сегодня мы просто все сидели как зайчики тихонько и ждали пока она будет давать указать дело в том что сейчас в калифорнии очень большие пожары и горит за санта моникой и санта барбара горит да и сегодня стало известно что у неё семья кузинов это кто это получается твои родные братья в общем семья и и получается дядя и не все ее его дети они все жили там где прошел пожар слава богу никто не пострадал но они все потеряли дома четыре человека из ее семьи остались без жене но они слава богу эвакуировались все хорошо одна семья или четыре семьи четыре семьи отдельно получается мы представь если миссис бринкс уже лет под шестьдесят сколько лет и этим кузинам и дядей и сколько лет в общем четыре независимых друг от друга семьи остались но это просто получается члены ее большой семьи остались без дома вот это но мы к там короче некоторые выразили конечно соболезнования попытались поддержать и рассказать что главное вот что все живы остались ну она все равно была огорчена потому что она сказала что это был семейный дом я если честно не особо понимаю что она правда но скорее всего это был дом где вы все росли потому что этот семейный дом очень большая память как бы ну может дом родителя может добраться родителей да да ну вот короче это было какое-то такое знаковое место для их не семьи один из этих домов и она очень огорчена и при этом потом она правда от своего огорчения перешла к тому что нужно экономить воду потому что здесь большие проблемы с водой нет началось того что она начал говорить что давно не было дождя что фактически мы живем в пустыне потом она начала говорить о том как важно экономить воду что когда ты принимаешь включать выключать воду чистишь зубы включая выключая воду ну в общем провела среди нас разъяснительную работу многие пытались там уяснить по поводу что типа не стоит волноваться ведь дома же скорее всего были застрахованы она сказала что да все дома были застрахованы ну в общем она сказала что это долго объясняется все равно что страховки не хватит на постройку нового дома но и если говорить о семейном доме вот о том доме который она называет семейным домом что здесь даже речь идет уже не о постройке не о деньгах а большой большой потери для всей семьи именно вот какая по знаковым месте то есть страховка не покроет помощь она сказала что нет а потом у нас начался другой который начался не то что с позитивом вот впервые увидели нашего дорогого учителя в гневе все еще началось до урока потому что мы делали определенную домашнюю работу ну вот и перед классом все стояли пока учитель не пришел мы обсуждали кто какие так нельзя делать но все были озабочены тем что почему-то получили очень маленький бал балл девочка подошла с которой мы немножко как ближе общаемся нас простила какой у тебя я говорю да я честно говоря не проверял обращаться проверю я полезу в свой электронный дневник проверила свою оценку говорю 15 из 15 я горячу такого гря у тебя что надо это у меня 3 из 15 и крюка горе же видео твою работу дело в том что эта работа выкладывалась в общей дискуссии мы все могли просматривать что мы написали потом еще плюс как отдельные небольшие бары были за то что ты напишешь двум своим одноклассникам комментарии как ним работе я говорю я видел у тебя хорошая работа такая ну не знаю не знаю потом подошла еще одна девочка ухо приклеила гайта чего бы тут вы правил то про это вид у меня маленький бак ну и потом в итоге мы сошлись на том докраса это еще больше скорее всего из-за того что задание в общем было такое что нужно было описать 5 своих национальных блюд которые ты рекомендуешь попробовать когда вы приедете ну когда мы и подразумевается класс вдруг случайно попадем в твою родную страну ну и в общем все было так нарядненько мы все подобавляли фотографии все выглядело прям ай-ай-ай но учитель наш оказался не промах он не поленился и он скопировал некоторые прям вот предложение ввел их в интернет и нашел с каких ресурсов и рецепты были скопированы а его это очень задело что стали копировать потому что плагеризм короче с плагиатом заниматься ай-ай-ай нельзя потому что каждому твоему плагиату он должен составить репорт этот репорт отправить в главный офис колледжа это все отражается в твоем ученическом репорте и по-моему два он сказал репорта просто мы первый раз его таким видели были слегка обескуражены слегка удивлены поэтому информация воспринимала так себе вот и могут даже попросить из колледжа в том что когда ты даже переедешь в другой колледж что где-то там будет видно что ты этим занимался таки я вставлю 5 копеек дело в том что в америке каждый человек имеет свой рекорд то есть компьютерные системы и все это база они настолько проникают в жизнь что просто где человек засветился это падает на его рекорд это называется и потом либо при устройстве на работу либо там при получении кредита на жилье там или еще на что-то это может где-то что-то всплыть и это будет не совсем он хорошо что даже это при трансфере даже если типа вот у тебя будет один такой рекорд один раз типа это сделаешь вот все серьезно так будет что будет написан этот рекорд туда-сюда что даже потом при трансфере в университет в университете будут знать что ты склонен грубо говоря к этому и более тщательно проверять то есть я хочу сказать еще про компьютерные системы вот когда мы жили в беларуси приходилось там по роду деятельности по частному бизнесу приходишь в исполком вроде у всех компьютеры у всех сеть тебе все записывают заносят в эту сеть приходишь санэпидемстанцию начинается все по-новому приходишь в налоговую начинается все по-новому здесь социальные защиты по новым там вообще бред там с одного кабинета в другой посылает при наличии компьютера а здесь если тебя где-то один раз записали то ну пускай если не во всех структурах но всхожих ты просто называешь номер телефона и тебе все скажут что о тебе записано сверят в твоим айди и бла-бла-бла ну давай ну и в общем прям мы таким его разгневанным видели первый раз потому что оказалось что практически практически весь класс просто копировал рецепты они даже не пытались менять слова его просто накопировали наставляли добавили фотки и все и в общем закончилось это тем что все сидели уже вообще прибиты потому что каждый уже представлял себя с рекордом вот он сказал что он очень nice парень короче что он не будет этого делать потому что мы пока студенты и с.л. он надеется что этого не повторится что он взял так сказать тех кто это делал для себя на карандаш и что сейчас вот наша финальная работа которая подведет нашу черту вот как студенты и с.л. после этого мы уже сдадим эту работу и потом мы уже можем брать красный English 1A это то что берут обычные американцы он сказал что он будет очень тщательно проверять на прогеат эти бумаги вот так уж вот потом он немного успокоился пришел в себя вот мы паром выпустил очень хорошо и объяснял нам что с нами будет если мы будем делать так я хочу сказать про плагиат что все работы вот на всех уроках на которые ходит малышка заниматься все сочинения которые пишутся все какие-то научные работы они все загружаются компьютер планшет все это попадает в специальное приложение которое соответствует предмету и там это все проверяется на плагиат очень быстро очень просто и прям вот прям ты загрузил и тебе тут же приходит смс когда сразу что ты хорош или нехорош поэтому у меня желтым пришло как будто я скопировала дело в том что я в одном в одном сочинении раскрывала значение одного слова и я не написала прям в сочинении что вот я это взяла с такого-то словаря да и она мне сразу же типа писала что вот у вас там поэтому в общем списывать лабораторные работы курсовые дипломные так как это делалось в беларуси типа достали там из лаборатории которая была 5-10 лет назад списали сдали пятерка тут не проканывает каждая работа индивидуально и если где-то попадает все это проверяется на плагиат и в общем студент будет иметь большие проблемы поэтому поэтому вот как бы эта система вот так вот работает ну и что по итогу в конце он нам до этого давай почитать статью о том что было впервые раса возникло понятие или скажем рабство как вот появилась вот это почему стали одна раса скажем пробовать порабощаться другой раз ну и все мы обсудили это и он сказал что так как мы не его рабы то он нас может отпустить но если бы мы были его рабами то мы бы задержались еще на этой веселой ноте с осознанием того что мы не рабы он нас отпустил вот так прошел очередной тент день старшего студента кому интересно что-нибудь про учебу задавайте вопросы на интересные и такие вопросы которые не описать в комментариях мы будем снимать отдельные видео и прямо на конкретный вопрос отвечать как в общем то это видео и выходит с двойным названием и с ответом на два вопроса которое вы уже увидели в названии ну и что-то зайка еще хотела сказать но я хотела сказать хоть мы не его рабы но он нас держит постоянно в напряжении потому что вот только что от него пришлось очень не сочи сообщения по поводу того на чем мы работали в классе и в общем нам надо с ним списаться и разобраться и пишет он постоянно любит писать всем хорошего дня все ребята вы были на канале it's my life спасибо за просмотр спасибо за ваши вопросы спасибо за интерес к каналу всем хорошего времени суток бай бай так чё там тебе по твоему сочинению что-то не так ему не нравится а вы мой вопрос что это слишком специфично блин для их сорча на 3 или на 5 пиджа я тебе на эту тему могу на 10 наговорить так ты скажи что ты вы говоришь больше не так понимаешь он меня да так он меня так достанет доставок Субтитры сделал DimaTorzok